Активные жители села Сосновка Маинского района регулярно и успешно участвуют в конкурсах с проектами по благоустройству населенного пункта. Уже были созданы парк Лес Победы, памятник Павшим Вов, детская площадка и многое другое. Также в ТОСе работает концертный зал, досуговый центр, библиотека, музей и компьютерный класс для обучения пожилых людей. В первом конкурсе фонда президентских грантов ТОС «Мы вместе» получил грант на проект «Место, где мы вместе», который направлен на обустройство помещений досуга для местных жителей. Ведь после того, как старый клуб развалился, селянам негде собраться, особенно в зимнее время. Этот грант предназначен для организации места, где мы можем организовывать культурные мероприятия, спортивные занятия, занятия хореографией. У нас предусмотрен по плану занятие хореографией со старшим поколением, с детьми. Ремонтные работы идут уже с февраля. Активисты ТОС «Мы вместе» своими силами делают отделку помещений. Создают дизайн, подбирают яркие цвета и красят стены. В этом помещении у нас будут спортивные тренажеры, где мы можем заниматься и в зимнее, и в летнее время, независимо от погоды. У ТОСа села Сосновка название говорящие «Мы вместе». Ремонтные работы идут дружно и слаженно. Работают жители села бодро и с душой. ТОС «Мы вместе» постоянно развиваются. Уже готов новый проект для второго конкурса фонда президентских грантов. Жители Сосновки хотят помогать участникам СВО, шить все необходимое и обучать желающих. По итогам первого конкурса этого года Приволжский федеральный округ вышел на первое место среди федеральных округов по количеству президентских грантов на развитие гражданского общества. 441 проект получил финансирование на сумму 741 миллион рублей. Также в первом конкурсе 2023 года от НКО ПФО поступили 2500 инициатив. 38 некоммерческих организаций участвовали от нашего региона. Общая сумма грантов Ульяновской области составила более 33,5 миллионов рублей. Уже стартовал прием заявок на второй конкурс фонда президентских грантов, который продлится до 15 марта.